всем привет мои хорошие второе видео про мой фаленопсис мании обещала показываю с дополнениями вот такое у меня уже цветение 1 точек уже отвалился не вот эти вот уже видно начали вянуть которые вот задние но честно он прекрасен и как мне нравится форма губки все на ней мелкие детали мохнатости и вот по бокам такой неровный край как мохнатенький очень мне понравилось как она меняет цвет с белого на желтый просто шедеврально красивая штучка такой дикий-дикий тигровый цветочек он меня завораживает и он находится в таком центральном месте в орхидариума очень удобно когда пью чай рассматриваю эту красоту а кому интересно по условиям и по содержанию по обитанию этого чуда сейчас сверху вылезет подсказочка где вы можете посмотреть первый ролик и все узнать а тут я уже повторять эту информацию не буду но зато покажу вам его размер вот такой у него кустик вот так вот под углом не у меня содержатся там моя ладошка для понимания размера ладошка у меня 19 сантиметров я специально надях линейкой померила такой длинный лист и у меня тут корешки убегали вот так вот он у меня растет содержится рядом со своими собратьями так вот много-много всего собрано в одном месте повторюсь что очень приятный сложности с ним пока я никаких не заметила все очень хорошо кстати вот сейчас тоже хочу обратить внимание многие переживают видите розовый цвет все когда видят такое начинают сразу впадать в панику что это фузариоз это кошмар это ужас это конец нет ребятки это не конец него присутствует в цветах красный пигмент и вот такое вот розовое основание листьев розовое основание цветоноса и вот сейчас вы увидите не так сильно видно как глазу у него видите как в крапушку цветонос и эта крапушка тоже вишневая когда вы даете достаточно освещение своим орхидеям не только фаленопсисом то соответственно орхидеи у которых есть красный пигмент в цветах это в том числе розовые орхидеи могут себя так вести они могут проявлять на листьях вот этот розовый окрас на цветоносах если вы замечали кто содержит те же эквестрицы они тоже имеют обыкновение давать не зеленый цветонос вот у кого розовые эквестрицы а такие пурпурные вишневые очень интересно это наблюдать и вот например у меня здесь новый мой фаленопсис интермедиа да он уже в орхидариуме так смотрите видите у него цветы будут розовые и кончик цветоноса розовый на это вот он попал под лампы хорошая а вот тут смотрите дальше где это все дело начиналось он зеленый и это нормально никакие не проявления фузариоза да с этим все хорошо сейчас покажу еще вот на ум не есть ведь тоже от света обратная сторона и основание даже корни приобретают такой вот вишневый налет вот цветоносик зеленый зеленый и он стал ближе уже к свету и начал наливаться цветом поэтому если вы такое видите не надо сразу биться в панике и истерике нет это не всегда тот самый страшный фузариоз и про это наверное делать отдельный ролик но там есть свои проявления и все на самом деле более комплексно определяется не только по розовости в районе ствола поэтому не переживайте вникайте и честно говоря лишний раз не проходитесь все таки различными средствами вроде фундазола по вашей орхидеи не всегда и не все средства бывают только полезными иногда они также приносит какой-то определенный вред и тормозят некоторые процессы тем более кстати вот я заметила что многие очень любят для профилактики очень много подобным обрабатывать но при этом подселяют например микрофлору субстраты ну ребят это делать вообще как-то странно и опять-таки возвращаясь к микрофлоре когда у вас долго растут фаленопсисы в одном субстрате я например стараюсь так подобрать субстрат под свой полив под условия чтобы как можно дольше не пересаживать чтобы субстрат не слеживался не подгнивал ничего этого не происходило там образуется микрофлора селятся бактерии и они взаимодействуют с орхидеей помогают ей расти а вот почитайте это очень интересные эпифитные корни они поглощают очень много нужных и полезных веществ для себя через дружбу с грибами и бактериями очень интересные процессы прям захватывающие честно говоря поэтому постарайтесь все-таки немножко по придержать коней с такими обработками не травите это все почем зря быстренько скоренько ну что ж на этом буду заканчивать что-то я начала про одно закончила про другое вот такой у меня мани показала я обещала показала как она выглядит все заодно вот показала немножко свой орхидариум как он чуть преобразился как у меня здесь кто растет как у меня тут дела захватила сразу несколько тем кстати датилки вон одна у меня цвела и две собираются цвести да 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 класс 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 ну что же спасибо вам большое всем за просмотр а ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии делитесь этим видео это все круто поддерживает канал и понимает мое настроение заглядывайте в описании там всегда много полезных ссылочек много разного много всякого также всем кто досматривает видео до конца огромнейшее спасибо в конце вылазят различные подсказочки на мои другие видео и плейлисты и конечно же спасибо моим патреон чекам за поддержку спасибо я вас очень ценю и готовлю уже для вас подарочки новые да 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 и на этом уже совсем все всем солнечных дней пышных цветений пока пока